Субтитры делал DimaTorzok Немножко о новой функции на нашем канале На нашем канале появилось спонсорство То есть появилась у нас вот такая кнопочка Спонсировать, на которую вы можете нажать И поддержать мой канал Стать спонсором канала Эта функция, ребята, позволит мне Продвигать свои ролики И свой канал вместе с вами Далее в тренды, в топы Вы можете стать Здесь есть два статуса Raptor И Godzilla подписочка на месяц То есть цены здесь приемлемые, ребятки Если вы подпишетесь То на стримах И в чате где-нибудь Под роликами и под видео Вам выдается Особенный статус, где Ваши сообщения будут выделяться Если вы станете Друзья Raptor Я буду упоминать Каждого из вас Новых своих роликов Если вы выберете подписочку Годзилла То вспоминания, конечно же Спонсоров в каждом ролике Плюс совместные Стримы Друзья нас ждут Ну что ж, друзья Мы начинаем И все привет, друзья Вы на канале SkyTopGames С вами Иван И мы продолжаем путешествовать По бескрайнему космосу Вселенной мира Space Engine Ребята Сегодня у меня Выпуск По научно-фантастическому Фильму Интерстеллар Я думаю Многие из вас Его смотрели Ну что же Давайте Немножко Вам о ней расскажу Как ты видишь Это у нас Черная дыра А вот это Вот у нас Такая червоточина Так, давайте Сейчас мы В свободный режим Переключимся с вами Что было в фильме Интерстеллар Ну, во-первых На Земле Творился хаос В том плане Что на Земле Уже Через Какой-то промежуток Времени Не помню сколько Поправьте в комментариях На Земле Уже Была невозможна Жизнь Бушевали Пыльные бурья Растительность И живой мир Вымирал И поэтому Ученые Искали Какие-нибудь Экзопланеты И другие миры Где возможно Было бы Переселить Наверное Скорее всего Человечество И там Продолжать Свой род И образовалась Такая вот Червоточина Сейчас Давайте мы К ней перелетим Червоточина Под названием Гаргантюа Вот такая Вот она Вот эта вот Дырочка Не знаю Как можно ее назвать Это червоточина Образовалась Рядом С планетой Сатурн И ученые Выяснили Что через Эту червоточину Можно пройти В другую галактику Допустим Попасть В какие-то Другие миры Где возможно Есть жизнь И ученые Послали туда Астронавтов Главным героем Которым был Мерф Купер Так Ну что ж Друзья Давайте посмотрим И рассмотрим Что из себя Представляет Вся эта Система Посмотри Конечно Выглядит Все это Фантастически Особенно С переливанием И с играми Света Так Мне нужно Мне нужно Посмотреть Именно Те планеты Давайте мы Сейчас с вами Так Система Гаргантюа Мы с вами Рассмотрим Те планеты На которые Главные герои Фильма Нас Отправились Так Черная дыра Гаргантюа Вот она у нас Так Значит Смотри Вся эта система Состоит Из Вот такого Красного Карлика Панурге Наверное Я не знаю Как правильно Звучит Есть еще Пантагруэль Это у нас Нейтронная Звезда Вокруг Которой Вращается Планета Эдмунд Но К планете Эдмунд Мы Отправимся В самый последний Момент В конце Этой серии Вот Давайте посмотрим Что вокруг Гаргантюа У нас Вращается Во-первых Планета Миллер И планета Ман Давайте Перелетим К планете Миллер На которую У нас Наши Ученые И астронавты По фильму Отправились В первую очередь Планета Миллер Холодная Океаническая Супераквария Так Температура Минус 171 градус Конечно Нет По-моему Там было Точно Ну не минус За плюс Скорее всего Да Конечно Планета У нас Состав атмосферы Это углекислый газ И не более того Дышать там Невозможно И планета Состоит Полностью Из воды Давайте Сейчас Мы наверное Опустимся На ее Поверхность Приблизительно Вот так Наверное Ждем Прогрузка Прогрузка Есть Ох Какой вид Посмотри Красивый вид У нас На черную Дыру Просто Потрясающий Вот так Можно было бы Наблюдать Ее здесь Аккреционный Диск Посмотри Да Здесь было бы Конечно Очень ярко Довольно Так Что из себя Представляет Эта планета Планета Полностью Покрыта Океаном Это планета Океан Да Ну правильно Холодная Океаническая Супер Это да Супер Аквария Так Можно кстати Смотри Что мне больше Еще кое-что Мне понравилось После обновления Space Engine То есть Мы можем Уходить под воду И смотреть Короче говоря Мы можем Полностью Опуститься На Самое дно Океана На планете Да Конечно Высота Поверхностью Моря Сейчас Минус 180 метров Довольно Таки Глубокий Здесь Океан Давайте Возвращаться На поверхность Наверное Время На этой Планете По фильму Вообще У нас Длилось Как Смотри Давай посмотрим Здесь Солнечные Сутки Бесконечные Но На планете Миллер Один час Равнялся Семи годам На земле То есть Ты Допустим Сейчас Стоишь Здесь Проведешь Целый час На этой планете А на земле Прошло Семь лет А да Вот как-то так Но Довольно-таки Классно Классно Здесь все Смотрится Давайте Может быть Даже Ускорим Время Я не знаю Хотя Здесь Солнечные Сутки Бесконечные Планета Повернута Одной Стороной Все время К черной Дыре Да То есть Ну да Планета Поворачивается Скорее всего Это наверное Вращение Поэтому мы Видим уже Ее Другую Сторону Ох Посмотри Как будто В бесконечность Просто падаешь Да Согласись Ну что ж Примерно Вот такую Красоту Такой пейзаж Ты бы мог Наблюдать Стоя Наверное На этой планете Конечно Стоять бы Ты здесь Не мог Если бы Только ты Опустился бы На каком-нибудь Посадочном Модуле То Вот Такой Красивый Пейзаж На горизонте Смотря на Черную Дыру Ты бы мог Наблюдать Это было бы Прекрасно Это был бы Фантастический Вид Конечно До того Момента Пока бы Тебя не накрыла Цунами Огромная Волна На этой планете Как было У нас С персонажами Фильма Ну что ж Ребят Давайте наверное Перелетать К следующей Планете Давайте Вернемся К поиску Система Гаргантюа Возвращаемся Так Планета Миллер Это Только что На которой Мы были Планета Ман Следующая На очереди Холодная Пустынная Аквария Состав Планеты Атмосферы Даже я бы Так сказал И вообще Что на ней Находится Это полностью Замерзшая Планета В составе Которой У нас Есть Хлор И Аммиак То есть На этой планете Конечно же Ты опять же Не смог Дышать И вообще Наверное Как-то Существовать Давайте Опустимся На ее Поверхность Так Отлично Я уже На поверхности И сейчас Посмотрим На нее На нее Так Смотри Ну здесь Конечно Тоже Открывается Сразу У нас Грандиозный Вид На черную Дыру Здесь Было бы Классно Посмотреть На нее Просто Фантастически И кстати Посмотри На вот Эти Облака Это Я тебе Сразу Скажу Так Это Замерзшие Огромные Замерзшие Глыбы Льда Аммиака Да По фильму Было так Здесь Жить Конечно Тоже Была бы Невозможна Да Действительно Очень Толстый Слой Облаков Видно Но Здесь Потрясающий Вид На Черную Дыру Посмотри На Ночной Небосвод Здесь Прекрасно Кстати Вот После Обновления Я не пойму Волазит Какая-то Рамка Мне Даже Сначала Показалось Что Это Как бы Открывается Вид Знаете От Первого Лица Если Ты Допустим Допустим Ты приземлился На планету И Смотришь Через шлем На всю Эту Красоту Мне Даже Сначала Так Показалось Так Давайте Облетим Наверное Давайте Немножко Уменьшим Время И Облетим Вокруг Этой Планеты Кстати Можно Говоря Пролететь Пролететь Даже Здесь На Корабле Что Мы В принципе Наверное Сейчас С вами И сделаем Только Откроем Вот Такой Вот Вид И Здесь Стой Не так Ну Не так Я не так Хочу Давай Как Повыше Пролетим На корабле И Посмотрим Вот На Этот Вид На Шикарный Вид На поверхность Этой Планеты И На Черную Дыру Ну Что Же Друзья Пролетаем На Шаттле Рейнджер Можно Для Себя Открыть Вот Такой Вот Потрясающий Вид Посмотри Смотрится Обалденно Очень Классно Так Подожди Ка Давай Ка Мы Сейчас Рассмотрим Сам Шаттл Он Тоже Довольно Таки Достаточно Интересный Да Ну Реально Ребята Сделано В точности По Фильму И Выглядит Это Все Очень Фантастично Реальные Прорисовки Всех Шаплов Которые Здесь Есть Ребят Выглядит Впечатляюще Кстати Вот Наш Млечный Путь На горизонте Прямо Можешь Посмотреть На него Это Потрясающе Вот Такой Бо Вид Открывался Нам На Все Это Великолепие Так Ну Я думаю Наверное Нужно Закачивать Наше путешествие И перемещаться В последней планете На которой Все-таки Скорее всего Ученые Нашли Не нашли Вернее А Смогли В будущем Переместить Все человечество Для Для Дальнейшего Выживания Для Жизни Это Планета Эдмунд Находится Она Рядом Со Звездой Пантагруэль Вот Такая Планета Эдмунд Да Пантагруэль Напомню вам Ребят Это Нейтронная Звезда И Отсюда Тоже Видать Все это Прекрасное Великолепие На Завораживающую Черную Дру Так Подожди Пантагруэль Это Понятно Планета Эдмунд Атмосферное Давление 1.38 В принципе Приближенное К нашему Земному Состав Атмосферы Это Азот Аргон И Кислород Естественно Смотри У нас Солнечные Сутки 23 часа 53 минуты В принципе Все Как на Земле Поэтому Здесь Возможно Была бы Жизнь Здесь Можно было бы Жить До тех пор Конечно Наверное Пока Тебя Не засосало В червоточину В ту самую Либо В черную Дыру Ну Хотя Может быть На это По понадобилось Несколько Сот Может быть Даже Тысяч Лет Я не знаю Может быть Даже Миллион лет Но Вот такой Прекрасный Вид Здесь Бо открывался Посмотри Очень Классно Вот Такая Планета Эдмунд Прохладная Морская Супер Тера Кстати Почему-то Я заметил На планете Ман Я не знаю Видели Вы Или нет На планете Ман У нас По-моему Были даже Реки И они Даже Не были Замерзшими Непонятно А ну Хотя Подожди Может быть Метановые Реки Там тоже Присутствуют Я честно Говоря Не знаю Да Посмотри Здесь Прекрасно Здесь Очень Классно Ну Считая Того Что Здесь Очень Высушенная Поверхность Но Здесь Подожди Давай Дождемся Прорисовки Здесь Есть Вот Такие Зеленые Цвета То Это Ребята Скорее Всего Мох То Здесь Возможно Когда Нибудь Растительность И Это Очень Классно Влажная Почва И Все В принципе Будет Хорошо Все В достатке Ну Есть Вода Да На этой Планете Давай Мы Сейчас Отдалимся Найдем Океан Или Реку Да Вот Они У нас Есть И Океаны Русла Реки Посмотри Да Где Есть Вода Это Очень Классно Возможно Человечество Смогло Бы Сюда Переместиться За Несколько Сотен Лет Или Тысяч Лет Пока На нашей Земле Конечно Не Наступила Катастрофа Вся Там И Уже И так Было Все Плохо Песчаные Бури Не Было Возможности Человечество Высаживать Урожай И Дышать Все Было Плохо Вот Такой Прекрасный Вид Я Наверное Сейчас Сделаю Так Вот Так Вот Я Ускорю Время Давайте Ускорим Время И Посмотрим На Закат Черной Дыры На Горизонте Планеты Конечно Пантагруэль У нас Уходит Первым Но Вот этот Весь Свет От Черной Дыры Конечно Будет Еще Долгое Время Освещать Поверхность Планеты Это Здорово Давайте Промотаем Наверное Немножко Побыстрее И Посмотрим На Восход На Восход На Этой Планете Должно Быть Тоже Очень Классно Смотреться Когда У нас Будет Наверное Первым Пантагруэль Сходить На Горизонте А Потом Уже Черная Дыра Хотя Могу Ошибаться А вот Он Наш Монтагруэль И Потом Следом У нас идет Черная Дыра Да Это Здорово Ребят Ну Что Я Надеюсь Ребята Вам Понравился Данный Выпуск Обязательно Пальчик Вверх Подписка На Канал Обязательно Жмем Колокольчик Дабы Не Пропускать Новые Видео Ребята Помните Друзья Космос И Вселенная Бесконечная И мы Только Начинаем Своё Путешествие В нём Всем Пока Друзья Пока 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 Субтитры